Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРА-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие ведущие и слушатели программы «Открывашка». Мы сегодня снова с вами на волне 101.0 FM. Сразу напоминаю, наш телефон – это 211-101. Запишите где-нибудь, он вам понадобится, потому что сегодня мы будем разыгрывать удивительные и очень интересные призы, такие как книги и приглашения. А сегодня мы вновь говорим о наших любимых фильмах, о компаниях, ну и, в принципе, о серии фильмов – это Marvel и DC. Хочу представить моих уважаемых коллег нашего гостя и… И себя. И себя, да, и себя. Моё имя Софья Занько. Со мной также помогает мне вести программу – это Ульяна Панкратова. Всем привет, привет, Зайся. Очень приятно ещё раз встретиться с вами. Пётр Винокуров. Hello, people. Отлично. И наш уважаемый гость, который уже не первый раз у нас в программе, чему мы безумно, наверное, все рады. Целый второй. Целый второй. Это очень много. Надеюсь, будет больше. Это Александр Сухарев, менеджер по прокату, как я понимаю. Ага. Букер. Да, да, да. Нам ещё объясняли, что это английское название. Вот. Кинотеатров «Смена и дружба». Раз уж мы про кино говорим. Конечно. Кинотеатров «Смена и дружба». Всем очень знакомых. И сегодня, как я уже сказала ранее, мы будем говорить о таких компаниях, как Marvel и DC. А можно меня ещё представить? Да, вас можно тоже представить. Это наш взрослый опытный ведущий Светлана Владимировна Занько. Спасибо большое. Доброе утро всем. И с наступившими праздниками. Да, с Новым годом, который уже прошёл. С Новым годом. Когда сегодня? Да. Да, с Новым годом. Точно. С 13-го на 14-го. Ужас. Я думаю, на что моя учительница уникала мне вчера? Думаю, всё говорит. Сделаешь мне подарок? Ну, то есть с Новым годом, да? С Новым годом. С Новым годом. Как вы провели хоть первый день, субботу все? Как вы? Как Новый год? Как школа? Ну, первых, уже сейчас школа в шестом классе по сравнению с другими этот просто... Шестой? Да. Я тоже шестой. Ну, я понял. Рай. Ну, короче, мы учимся по четвертям, но во второй четверти у меня просто, как сказать, разостреляться можно было, особенно под конец. Тем более вот... Мой друг, мой брат знакомый. Поэтому просто у нас каникулы начались где-то в пятницу, в субботу, там, перед этим... Тоже в пятницу? 28-й, 29-й. Да, да, да. Вот. Потому что участвовали у нас ребята в Олимпиадах, и те, кто позаняли больше всех призовых мест, те отдыхают в четверг, в пятницу и в субботу. О, хорошая система. Мне нравится эта тема. Это очень приятный день был, просто лежал, просто расслабился. Когда все твои друзья... В кино-то успевал ходить? Ну, в кино, да. Просто недавно я ходил на Аквамен, мне он, конечно, не очень понравился. А на Человека-паука сходил? Неа. Я ходила на... Ой, вот это вот лучше гораздо. Не знаю, знаете, что... Он же занял Золотой Глобус, как я помню, да? Так, это вот все свое говорим. Значит, Аквамен уже упомянули, поговорили. А мы сходили с Софьей, мне очень понравился. Аквамен? Вот мы же говорим, есть для девочек, есть для мальчика. Да, Аквамен, да, он кричачий. Я была рада картинке. Ну, Джейкс Мамуачо, там все. Я была рада картинке, потому что я сама очень люблю географию и океан, и когда там были все эти морские существа, я просто вот замирала. Я обожаю картинки. Ну, кроме того, у нас же с прошлой программы прекрасный постер Аквамена достался с Софьей, который висит сейчас на нашей стене, и мы, конечно... Мама его очень... А, я думал, себе заберешь. Мне не удалось оторвать, у нас кинозал у Софьи в комнате сейчас. Ну, я смотрю больше фильмов. Это правда, Ульяна. Как твой Новый год? Я, ну, очень люблю этот праздник, но я не считаю его каким-то знаменательным, то есть для меня какие-то, ну, часы ничего не решают в жизни, если честно. И у меня не было, ну, никакого новогоднего настроения, к нам приехала сестра, и мы смотрели фильмы просто, все каникулы, чтобы он хотя бы каким-то вернулся. Мне нравится такой Новый год. Я сегодня узнала, что человек первый раз вообще в жизни посмотрел супергеройские фильмы. Это да, я не очень люблю Беликим. Вот это знаменательное событие. Но так как это был фэнтези, мне понравилось, я не до конца досмотрела фильмы, которые начинала, поняла суть более-менее, вот, и, надеюсь, продолжу смотреть. Но тут такая история, значит, когда Ульяну приглашали на эту программу, Ульяна как раз сказала, что я не смотрю фильмы про супергероев. А после прошлой программы мы всегда обсуждаем, как мы ее провели и так далее. Наш продюсер Вера Власова и наш звукорежиссер Денис Князев, который сейчас с нами, они немножко нас раскритиковали и сказали, что мы, значит, как-то... Да, Вин, да. Как-то высказывались по поводу тех, кто не смотрел, как ты не смотрела фильмы. На самом деле мы просто хотим, чтобы вы посмотрели, потому что это просто такая динация. Это достойно просмотра. Да, это достойно просмотра. Это достойно, действительно, просмотра. И, наверное, еще более интересным это станет после сегодняшней программы, потому что... Меня никто не спросил, как Новый год. Я пора вела. Потому что, нет, мы сейчас, конечно же, расскажешь, потому что все не на пустом месте возникает. И, естественно, каждый герой, и каждый фильм, и каждая компания смысл свой имеет. Ну и как твой Новый год? Мой Новый год, в принципе, прошел хорошо, потому что я ездила в Москву к друзьям. И, в принципе, мы тоже вот половину ночи мы смотрели фильмы, как раз и пал, ну, выбор на Марвел. И мы смотрели, по-моему, Эра Альтрона и Противостояние в этом стиле. Саша, заметь, никто не читал книжки. Да. Я читала в поезде, в Рэдваре. В поезде, да. Мы об этом поговорим, потому что... И начнем прямо сейчас. Начнем прямо сейчас, да. То есть, как уже сказала наш... Как ее... Опытный ведущий, срослый ведущий. Да. Вообще, то есть, Марвел, DC, все эти комиксы, это у нас что, ребят? Это издательство, да? То есть, изначально это издательство. А не кинокомпания. Это не кинокомпания. Это не кинокомпания, да. Сегодня на входе была... Это я спрашивала, да. Была ситуация, что как там эти кинокомпании? Это не кинокомпании. Это не кинокомпании. Причем совсем не кинокомпании. То есть, начали они свой путь. В DC в 1936 году, то есть, это еще до войны. То есть, мы понимаем, насколько у нас старая компания. В 1939 году только зародилась Марвел, еще даже не под названием Марвел. Вот. Логично. Да, да, да. Ну да, они так небольшая. И DC комикс, да, они тоже... И они, на самом деле, еще раньше были, потому что они выпускали еще до этого. То есть, это эра комиксов. А до этого они выпускали журналы, газетки, там, всякие такие штуки. Заметки, комиксы в них небольшие. Да, да, да. То есть, соответственно, они еще там... Они вообще прям там рано-рано-рано начали. По-моему, это было как раз 1929-е, и они начали выпускать заметки. Я думаю, что еще раньше. Я думаю, что еще раньше. Это просто такое уже там, какое-то устоявшееся время, просто для того, чтобы было. Можно я тогда сейчас втисну историю про Pulp Magazines? А, да, да, да. Да, это тоже... Чуть, весь пробел нам говорит Pulp Magazines, Pulp Magazines. Да, это было открытие сегодня, хотя это, конечно, для такого взрослого опытного ведущего позор скорее, чем достижение. Да, нет, все в жизни чести. Да, потому что, конечно, с чего начинались и где выпускались комиксы, это как раз разряд Pulp Журналов, Pulp Magazines. Что такое слово Pulp? Это слово, которым называли целлюлозную мазу из вторсырья в свое время. Самый дешевый сорт, выработанный из нее низкокачественной газетной бумаги, которая способна держать типокрафскую краску. Вот все эти журнальчики и газетки, которые на такой вот бумаге выпускались, естественно, были очень дешевые, называется Pulp Magazines. Ну, макулатурные журналы, бульварное чтиво, да, вот это вот все. Я еще, ну, когда смотрела всякие интересные истории и факты, наткнулась на такой факт, то, что у как раз, ну, вот всех этих журналов были цвета, только они были очень, ну, их было очень-очень мало, и изначально Халк, это герой, как я узнала, я знала его давно, вот он изначально был серым, но так как красок, ну, краски были, и они решили сделать его зеленым из-за того, что он сливался с черно-белой бумагой и с комиксами, и его было вообще не видно. Ну, вот это тоже вся история. Нужно было производить для людей, да, для большой широкой публики какую-то дешевую, да, публицистику, какой-то дешевый магазин, журналы. Да, чтобы закопейки их можно было купить, да. Чтобы можно было закопейки, и много-много, чтобы люди покупали постоянно-постоянно. Вот оттуда из Палп Магазинс выросли, собственно говоря, и сами комиксы. Да, 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 все верно. И просто напомним, что вот просто в таких магазинах, в таких журналах печатались все, что угодно, там были криминальные рассказы, больничные романы, готика, мистика, вестерны, спортивные какие-то вещи. Пищи, пираты. Ну, и надо напомнить, что, конечно же, этот термин Pulp Fiction как раз криминальное чтиво вернул в строй Квентин Тарантино со своим великолепным фильмом, который вы через пару лет, может быть, тоже посмотрите со своими родителями. Ну что, вот смотрите, и это все было в конце 19 века, когда вот это все распространение, это макулатурные журналы приобрели. И вот именно на такой бумаге, в таком формате стали печатать свои комиксы DC и Marvel. DC и Marvel, да. Что произошло дальше? Что дало толчок вообще этим комиксам? Этим комиксам, на самом деле, как ни парадоксально, дала толчок война. То есть в 1944 году потребовалось что-то такое яркое, что-то очень суперпатриотичное для США, чтобы граждан как-то мотивировать. При этом, ну, просто выпускать книжки патриотичные, ну так себе, да. Рисовать плакаты уже. Рисовать плакаты, но они рисовали плакаты, но особо... А вот как раз комиксы нашли вот свою вот эту дорогу к сердцам, да. К сердцам, потому что их очень легко читать, да. То есть за что все дети, на самом деле, любят комиксы. За картинки. И за что я в том числе дал бы своему ребёнку почитать комиксы. Комиксы очень легко читать. Очень мало текста, но при этом информация насыщенная. Движения много, да. То есть всё, всё есть, да. Это как боевик, только он немножко в голове, немножко на этом. На фильм похож, если честно. Да, он похож на фильм, да. То есть тогда ещё не было, мы должны понимать, что тогда не было нормального телевидения, не было нормальных фильмов. Показывать фильмы патриотические было бы, ну, просто невыгодно. Куда? На фронт? Где ничего нет, где есть, в самом телевидении это вот в тебя стреляют, да. Вот, соответственно, они создали вот этого суперпатриотичного Капитана Америку. Хотела задать как раз вопрос с служителем про то, что... Какой герой был сейчас? Да, Капитан Америка первый. Капитан Америка, да. Капитан Америка, да. Первый, которого создали именно Марвел. Если говорить о Марвел, а Одессе тогда... Уже появился... Как думаешь? Супермен? Супермен, конечно. Там в то же время существовало своё, типа, общество справедливости в Америке. Да, да. Ну, там, да, там, на самом деле, DC изначально шли по пути комиксов и создали сразу нескольких персонажей. Ну, там был Бэтмен, Супермен, кто ещё там? Чудо-женщина. Чудо-женщина. Она чуть-чуть позже, ну, там не критично. Да, то есть это уже... Флэш. Нет, Флэш. Флэш, он позже появился, да. Он там, да. А что такое Лига справедливости? Это что-то типа Мстителей, только в DC. Ага, вот теперь что такое Мстители? Это Мстители и Лига справедливости. Я могу, в принципе, подумать. Но если поразмышлять, все мы знаем, что и в Лиге справедливости, и в Мстителях есть необычные люди со суперспособностями, которые как-то себя проявляли. То есть помогали людям, например, и в итоге это такие сообщества, которые, ну, как спецагенты, в принципе, можно их так назвать, которые помогают людям и защищают планету. Если сейчас еще немножко опуститься, еще будет на более глубинный уровень, да, то есть у всех, у DC, у Marvel всегда заканчиваются идеи, да? Всегда заканчивается то, чем еще зацепить людей, да? То есть сотый комикс про Человека-паука. А это уже ненормально. Пятисотый комикс про Железного Человека и так далее. Люди уже даже не покупали. Соответственно, нужно что сделать? Мы берем, весь это, все комкаем в одно, называем это Мстители, да, команда, и получаем абсолютно новый формат. И более интересный почему? Потому что фанаты Железного Человека, фанаты Человека-паука, и все они вместе, вот они начинают скупать все эти комиксы, смотреть все фильмы и так далее. То есть вот она, это Лига Справедливости у DC. И Мстители у Marvel. А есть еще одна, кто скажет? Люди Икс. Люди Икс отдельно. Фантастическая четверка, да. Фантастическая четверка, это вообще комикс. Ну так, это не совсем сообщество. Это тоже отдельный комикс. А вот есть у DC еще есть. Я знаю, только... Отряд самоубийц. А, ты угадал? И еще есть. Да, вы серьезно? Объединение. Я знаю, что русская какая-то есть корпорация такая. Ну, корпорация русская, это бог с ней. Есть, вот, Отряд самоубийц, это сообщество антигероев, да? То есть это сообщество плохишей, да? Ну там так и сказали, что мы соберем всех антигероев и направим их на добрый путь, чтобы как-то использовать в своих целях. Я так до сих пор не понимаю, зачем сняли экранизацию Отряд самоубийц. Я слушаю, вы вообще великолепно. Мне очень понравился. Кому не понравился, это ваша личная проблема. Для меня утешение это то, что следующий фильм будет снимать Джеймс Ганн. Вот смотрите теперь, можно я сейчас внедрюсь? Я сейчас картинечку просто скажу. Это есть еще Лига теней. Лига теней. Так, смотрите, вот на этой... Вот здесь я хочу вас притормозить, уважаемые поклонники супергероев, потому что вот Ульяна у нас такая... Былокойчик. Она сейчас слушает вас, сидит и молчит. Я понимаю, что вам легко делиться своими мыслями такими яркими, потому что вы в теме. Давайте как раз на Ульяну ориентироваться как на слушателей, которые, например, мало знают. Ульяна, ты понимаешь хоть что-то из наших супергероев? Я понимаю. Что нужно в этот момент сделать в программе? Вот представьте, что огромное количество Ульян сидят и слушают сейчас нашу радиостанцию. Количество Ульяна. И они не в теме. Они только вчера первый фильм посмотрели. Ну давайте тогда начнем с самых низов. В этот момент что нужно сделать? Во-первых, нужно переключиться на Ульяну и сказать, Уль, вот ты сейчас послушала, что ты даже записывала. Ты всегда прилежно записываешь. Вот из того, что мы сейчас рассказали, из того, что сейчас Саша рассказал. Что тебе было интересно, и ты поняла, что да. Что ты вытащила для себя? Я узнала, что первым героем был Капитан Америка, которого они создали. Это хорошо. Я еще нашла один факт, что его в фильме играл Крис Эванс, я немножко отойду от комиксов. И то, что было написано, что он не хотел, он очень боялся славы, ответственности и того, что будет происходить. Он вообще уходит скоро. Ну, я сказала об этом факте родителям, и они сказали, что это очень странно, потому что, когда тебе предлагают огромные деньги, ты становишься популярным, и это как бы слава, это очень хорошо. Но он отказывался, он этого боялся. Со славой тяжело справляться. Это странно. Большое внимание просто. Это современный Капитан Америка. Можно по одной реплике София и Петя. Ну, вот про славу, да. Например, давайте возьмем хотя бы Роберта Дауни-младшего. Он человек-звезда, как бы его все знают. Он ведь тоже говорит, что... Кроме меня. Ну, это Железный человек в фильме. Железный человек в фильме. Или Шерлок Холмс. Или Шерлок Холмс, да. А, это... Вот. Он же тоже, ну, он сам говорил в интервью, что каждый раз, когда я выхожу, то я немного волнуюсь, даже если это сотый, тысячный, миллионный раз. А когда я прихожу, я начинаю говорить, и мне становится проще. Славы боятся многие, все, потому что тогда все обращают на тебя глаза, все знают, и ты не можешь допустить себе чего-то лишнего, потому что все потом будут это обсуждать. Видимо, этого, в принципе, звезды часто боятся. А знаешь, как Дауни справляется со стрессом? Сейчас? Вообще, в принципе. Я боюсь. Но начало было не очень успешно. А знаешь, как со стрессом, он вот именно в рабочем процессе справляется. У него по всей съемочной площадке заныкана еда. Корешки, ежевика и так далее. Он же вовремя еще фильма, когда он забывал, что он ел вот это, не ежевику, а фильм был «Мстители», он ел ежевику. Он там у Крису Хаймсфорту предлагал. Ой, блин, я вам все предлагал. Это чипсы были из Дарри. Снеки. В общем, он, да, ныкает по всей площадке вот это все и периодически жует. Мне нравится такая справедливая. Петь вопрос был. Ладно, в общем, тогда про Капитана Америка, если заговорили, то у него было не очень хорошее начало вообще в супергеройской карьере. И первым, чем он прославился в супергеройке, так это... Шестокость еще было там в одном комиксе. Погоди. Нет, нет, нет. Он снялся в «Фантастической четверке» в роли... Это он про Крис Айванса. Да. Он снялся в «Фантастической четверке» в роли человека факела. Но успех был не очень огромный, поэтому он просто отказался. И потом, когда ему предлагали сняться в роли Капитана Америки, он три раза отказывался, а потом его пригласили, пистолетом угрожали сниматься. Обожаю. Шутка. Это не шутка. Это не шутка. Ребята, 211-101 номер телефона прямого эфира. Я первый вопрос задам нашим слушателям. И, наверное, этот вопрос будет обращен к тем, кто все-таки является поклонниками Marvel и DC и комиксов. И это будет очень простой вопрос. Очень-очень простой вопрос. 211-101. Ваш любимый супергерой и почему вы его любите? 211-101. Ваш любимый супергерой и почему вы его любите? И после этого мы, после первого звонка, представим все наши призы и книги и пригласительные. Давайте отдадим слово нашему гостю Александру Сухареву. Вот, Джо, давай, пожалуйста. Вот вы ведь смотрели наверняка «Мстителей», да? Конечно. Во время разговора. И там, не помню, какие из этих «Мстителей» всех, потому что фраза довольно известная, но я не помню, где она была. Капитан Америка спрашивал Железного Человека, что кто... Кто-то без костюма. Да, кто-то без костюма. Вы помните эти слова? Я миллиардер. Миллиардер, филандроп, плейбой и всё. Гений, гений. Да, это очень красивое сочетание. Не находишь, Уля? Нет, там было гениальный миллионер, ну вот если в комиксе смотрите фильмы, чтобы было принесено гениальный миллионер, плейбой и талантливый инженер. Вот посмотрите, я сейчас Ульяне задавала вопрос, она так увлеклась просмотров комиксов. Нет, я просто посмотрела, я слышала вопрос, я пыталась найти, но вы сказали... Правильно, нет, я к тому, что это классно, что ты всё-таки увлеклась и видишь. Я вижу, что у нас есть телефонный звонок, я повторю свой вопрос. Ваш любимый супергерой, неважно из DC или из Марвела, или из какой-то другой серии, и почему вы его любите? Потому что мы тут обсуждали же на Новый год, что Дед Мороз — это тоже супергерой, у него есть уникальные способности. Я предложила такую версию маме. Совершенно верно. Принимаем звонок, Ульяна-то давно у нас уже не участвовала в эфире, давай разомнёмся и ты примешь звонок. Алло, привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. Очень приятно, сколько тебе лет? Мне 8 лет. Как ты Новый год отметила? Хорошо. Хорошо. Ну что, ты готова нам ответить, кто твой любимый супергерой и почему? Да. Давай, мы слушаем. Мой любимый супергерой — Капитан Америка. Да. Молодец. Одобряю. Почему? Потому что он любит Родину и воевал против Гитлера. Вот. Ну вот, да. Ты, кстати, спрашивал, что такое Гидро. Это такая компания, не очень хорошая, сразу говорю. Нет, не, Аня сейчас сказала против Гитлера. Она сказала против Гитлера. Это две главные черты, действительно, Капитана Америка. Он патриот, он любит Родину, и он воюет против вот этого страшного, да, человека, который символ всего ужасного, что было в середине, начале 20 века в мире, да, вот мировая вот эта война. Анечка, тебе большое спасибо. Ты молодец. У нас есть книги пригласительные. Мы сейчас тебя перенаправим к нашему продюсеру Ани Лапшиной. Это время огласить их. Да, не клади трубку, а мы пока, да, огласим какие-то призы. Какие у нас сейчас есть призы. Очень хорошо, замечательно. Так, давай, кейся, Софья. У нас есть всеми любимые книги, которые очень хотим вам раздать. Это энциклопедия «Красная книга России» для читателей старше шести лет. Это энциклопедия «Кто вылупился из яйца» для ребят любого возраста. И, кстати, вот на этой книге, если останавливаться, она мне очень понравилась. Там очень яркие картинки и просто безумно интересно. Это довольно хорошая серия. Я ее всем советую. Неважно, учитесь вы там. У вас уже есть биологии, вы проходите животных, птиц. Или у вас есть еще окружающий мир. Потому что все это очень интересно. Там довольно красочные картинки, будет понятно всем. Энциклопедия «Астрономия» для ребят от шести лет. И она тоже очень интересная. Холли Веб, «Щенок Джесс» или «Давай дружить» для читателей старше шести лет. Она вот тоже известный автор. Я думаю, многие с ней знакомы. Это мой любимый автор. Я только ее читаю с удовольствием. Хорошая книга. Анна Руэ «Аптека ароматов. Тайна старинных флаконов. 12+. Тоже я вижу вот прямо по картинке, что шаманство какое-то идет. Довольно интересно, мне кажется. Татьяна Богатырева. Загадай желание. 12+. Ну что ж, теперь приступим к приглашениям. Приглашение на двоих кинотеатр «Смена». Приглашение на двоих ката-кафе «Зоки». Также приглашение на двоих в подытный клуб «Левел Ап» на Сурикова, 14. Приглашение на двоих в театр «Кукол» на спектакль «Солнечный лучик» 19 января. 16.00. И приглашение на двоих на «Волшебные сказки у волшебной ели» 14 или 18 января, 18.00. В галерее «Прогресс». Мне нравятся названия. В галерее «Прогресс» 6+. Мы сейчас должны будем с вами прерваться на музыкальную паузу. После чего, напоминаю, что у нас есть план. Мы начали знакомиться с компаниями DC и Marvel. И дошли до момента введения как раз супергероев, для чего всё это было создано. Я даже хочу рассказать о своём любимом герое, если мне дадут возможность. Да, мы сейчас это обсудим. А пока что у нас музыкальная пауза, и она тоже связана с нашей сегодняшней темой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем ещё раз привет с вами, как я уже ранее говорила, кто нас слушал с самого начала, познавательная детская программа «Открывашка». Сегодня мне помогает её вести Ульяна Панкратова, ещё раз привет. Привет, привет. Пётр Винокуров. Привет всем. Наш уважаемый гость Александр Сухарев, это менеджер по прокату в кинотеатрах «Смена и дружба». Букер. Телебукер. Наш опытный взрослый ведущий Светлана Владимировна Занько, ну и я Софья Занько. Добрый день. Сегодня мы говорим о таких компаниях, темах, как Marvel и DC. Мы уже немного рассказали о героях, сейчас мы будем, как я понимаю, говорить о истории. Ну что ж, каратенечко, да, то есть мы уже рассказали, что всё это как зародилось, что войну ребята выпустили, комиксы, и всем это понравилось, да. Что происходило дальше? После войны, естественно, интерес вот к этим супергероям начал падать. Всё, все уже насмотрелись на пули, взрывы, гранаты, на бойни, всем уже ничего стало неинтересно, и поэтому истории перестали быть актуальными. И тогда случился спад, некоторый спад, в который Marvel даже вернулась к палп-журналам, о которых мы говорили в начале, да. Не будем ещё раз расшифровывать, да. Вот, то есть они вернулись, они начали выпускать снова вот эти журнальчики и на некоторое время прекратили выпуск своих комиксов. Но затем они поступили просто супердальновидно, они сделали новых героев, которые были очень близки к людям. И все уже так подзабыли, то есть это уже мы переносимся в 50-е-70-е годы, которые называют золотой, серебряный и бронзовый век комиксов. Это когда и компания DC, и Marvel именно по комиксам процветали просто супер и продавались просто миллионными тиражами, даже не тысячными, не стотысячными. Они сделали первую свою фантастическую четвёрку, где они были даже без костюмов, они были вот просто одеты, у них ничего не было, там каких-то прям, они между собой все ругались, да. То есть у них не было вот этих суперспособностей, которые супер-супер, что их прям вот вообще вот пальцем не трожь. И людям это, естественно, понравилось. А какие там были герои, вот они возникли? А Фантастическая четвёрка? Рид Ричардс, как Сьюзан Ричардс, там... А что они делали-то? А, ну, в общем, Рид Ричардс — это мистер Фантастик, он мог изгибаться... Да, пластичный человек. Да, как из суперсемейки Эластика, Сьюзан Шторм, ой. Сьюзан Шторм, ой, Сьюзан Ричардс, бывает перепутаю, она владела способностью... Нет. Да, она владела способностью становиться невидимой, а также владела телекинезом, а ещё там был человек-факел, про которого мы уже говорили. Не очень удачный герой. И существо — это что-то наподобие Халка, только он весь сделан из камня. Ага. Вот. И с этого же времени у DC начался флэш, то есть тот же самый подросток, да? Который, да, бегает быстро. Который, да, да, да. Шазам там же возник, когда... Кстати, про него скоро выходит фильм, да, очень интересно. Да, 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 когда забитый подросток тут же параллельно. И, между прочим, все эти компании ещё умудряются между собой судиться за этих героев, потому что все друг у друга копируют. Да, да, да. Но большинство Марвел, конечно, копируют. Ну, что такое чувство, потому что Капитан Америка — это как Супермен и Бэтмен. А что за герой вы упомянули, что он был забитым подростком? А это то же самое. То есть они выпустили человека... Марвел выпустили Человека-паука, да? То есть этот... Ну, такой подросток, да? Вроде такой мальчишка, которого все там... Да, то есть по кино-версии он прям ещё ничего, да? То есть по комиксовой версии он прям вообще ботаник и прям совсем очень такой забитый ребёнок. И тут у него открываются суперспособности. И тут его кусает паук. Да, да, да. И он становится спасителем человечества. Да, да. Вот, Шазам, в принципе, почти то же самое. Там немножко попроще. У него появляются суперспособности. Он даже немножко чем-то похож на Супермена, да, в своём образе. Ну, вот в этой истории в 50-е, 60-е, 70-е годы, если была во время войны понятная задача, да, вдохновить людей на сражение вот это, да, и объяснить, что, собственно, мы делаем. Уже вышли на коммерцию, то есть всё, пошла коммерция. Ну, это, с одной стороны, это коммерция, а с другой стороны, какая идея людям предлагалась? У вас хорошая, стабильная жизнь, быть налажен в Америке в это время, да? Ну, типичная американская мечта, давайте сразу скажем, дом, семья, всё работает. Проблема возникает вот как раз вот в этой скуке, в том, что вот в этой бытовой жизни не находится места подвигу. И вот выдумываются такие герои, такие суперспособности, которые тебе дают возможность разнообразить, как-то так слышать. Закончили 70-е у нас, да, прошёл расцвет комиксов, и компании начали, естественно, падать, терять деньги, терять публику, терять аудиторию. Терять тех, кто вообще работает, там уходили с работы. Да, там супер, особенно из DC, там супер много людей уволили, просто вообще там супер кризис был. Потому что в Marvel перерисовывало, и у них более были всё равно интересные комиксы. Да, да, всё верно. И тут мы видим снова всплеск комиксов уже вот в наше время, да, начиная с 90-х годов, когда пошли телесериалы, кино, постановки и так далее, и так далее. Всякий сериал Netflix. Да, да, да. И вот именно сейчас, то есть компании, вообще изначально, да, DC принадлежала компании, ты читала? Warner Brothers. Warner Brothers, да. Известные. А Marvel купил Disney. А Marvel в 2009 купил Disney. И это дало очень большой толчок вот сейчас именно. То есть то, о чём сейчас все говорят, да, то есть если раньше все говорили о комиксах, ну в частности в США, да, то есть в России, понятно, это было там железный занавес, всё тяжело было, да. То сейчас все говорят о киновселенной Марвел, это супер деньги. Сразу скажем, что когда говорят о каких-либо героях, представляют сразу же актёров. Да, всё, сейчас уже даже вот в интернете, да, забейте, и вы уже увидите не комиксы, вы уже увидите актёры, фильмы. И как вы думаете вообще, ребят, в дальнейшем, как это всё будет развиваться? У меня есть предположение, в принципе. Я понимаю, что очень много было фильмов уже про всех героев, что и про Капитана Америки, про серия была, и про Мстителей. Вот скоро выйдет Мстители, финал которого. Мстители, финал, да. Ну, там вообще немного не так называлось, ну в английском, да. Ну не будем это задевать. И очень много разных фильмов. Я просто думаю, что это возможно, я не знаю. Будут сниматься дальше фильмы про другие события, но, скорее всего, это будет уже очень однообразно. Возможно, кто-то возьмут новых героев из комиксов, которых там ещё довольно много. И как думаешь, поможет? Не уверена, но просто... Ну почему? Они могут запросто запилить перезапуск. Так, Петер, вступай. Они могут запросто запилить перезапуск, там, добавив тех же, скажем, из сериалов Netflix, там, того же Джессику Джонса, Люка Кейджа, и добавив там. Ну, целый ведь сериал Щит был, да. Они там Могущественных Мстителей, там, Новых Мстителей, всякие Юные Мстители, там их полным-полно. Юные Титаны, да. И нам же ещё говорили, что придумали несколько героев Стэн Липперед, ну, говорили, что придумал несколько новых, да, героев. То есть, на самом деле, как я вижу, на самом деле, что сейчас идёт вот этот всплеск, да, и этим всплеском очень сильно пользуются, да. То есть, все мы понимаем, что кинокомпании, именно кинокомпании, то есть это Walt Disney и Warner Brothers, сейчас выпускают фильм за фильмом, просто один за другим, по несколько фильмов в год. Хотя, на самом деле, на съёмки фильма там уходит сколько лет, кто знает? Ой, еще. От двух до бесконечности, там, некоторые по 10 и по 15 лет снимаются, да. Один фильм, да. Да, кто-то технического прогресса ждёт, кто-то технического прогресса ждёт, как аватар, да, кто-то ещё чего-то ждёт, у кого-то бюджеты кончаются, да. Соответственно, они сейчас просто насыщают вот этот рынок. Я думаю, что в дальнейшем это всё немножко схлопнется, потому что, ну, нельзя постоянно ходить на супергероев, ну, это нереально, да. Во-первых, супергерои закончатся в трёх идей, закончатся в третьих, ну, просто уже людям уже вот надоест уже поперёк горло, да. Соответственно, это всё немножко схлопнется и будет поспокойней. Но эта индустрия очень сильно толкнёт сериальную индустрию, то есть я думаю, что в скором времени мы увидим на телевидении... А, нам же говорили, что сериалы скоро выйдут про Локи, про Локи, про Локи, про Локи. Да, здесь, значит, перед сериалами я вас остановлю ненадолго, нам нужно пообщаться со слушателем 211-101, номер телефона прямого эфира и вопросы позадавать, да, и поразыгрывать. И мы предоставим возможность Ульяне. Ульяна, пожалуйста. У меня есть вопрос, мне кажется, что он более понятный для меня даже самой. Ну, это хорошо. И вопрос звучит так. Чем занимался Человек-муравей до того, как в его руках оказался костюм супергероя? У меня есть варианты ответов. Это да, это да. Предлагай, предлагай, предлагай. Хорошо, да. Да, давай, предлагай. А какой? Вот. Погоди, не груди пока. Это потом обсудим. Чем занимался Человек-муравей до того, как приобрел костюм супергероя? Он был охотником, он занимался воровством, он служил в полиции, либо же он занимался благотворительностью. 211-101. Чем занимался Человек-муравей до того, как стал супергероем? Пока не обсуждайте, давайте после ответа. Потому что мы... Может быть, сам слушатель нам скажет, тем более, что он уже звонит, Ульяна, принимай. Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Витя, мне 9 лет. А, 10 лет. Я учусь в 70-й школе. Ува. Он не подозревал. Я не подозревал. Стоянный слушатель, отлично. Как ты отметил праздники? Хорошо. Хорошо? В кино ходил ведь? Да. А что смотрел? Сегодня пойду. И сегодня пойдешь? Что смотреть будешь? Я буду смотреть, ну, этот... Как это? Т-34. 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 Т-34, хороший фильм. Т-34, да. Ну, давай, Ульяна, повтори свой вопрос, а ты ответишь. Чем занимался Человек-муравей до того, как в его руках оказался костюм супергероя? И четыре варианта ответа. Был охотником, занимался воровством, служил в полиции, занимался благотворительностью. Воровство. Все верно. Так, Витя, скажи, пожалуйста, а ты смотришь фильмы про супергероев? Скажи, что ты. Да. А кто твой любимый? А кто твой любимый? Тор. Тор. А чем тебе Тор нравится, скажи? Мне нравится, что у него молоток очень сильный. Очень сильный молоток. Да. Очень сильный молоток, однозначно. Витя, ты книжки будешь выбирать или пригласительные? Давайте пригласительные. Куда? Давайте пригласительные, куда ты хочешь пойти? Может, в кино? Давайте в кино. Конечно. Два пригласительных кинотеатра смену. Пожалуйста. Спасибо. Давайте сразу еще один вопрос зададим. Еще один вопрос зададим. Петь, да. Хорошо. Вот говорили как раз про актеров. У Marvel нередко случались конфузы по поводу актеров. И я сейчас затрону такого персонажа, как Доктор Стрэндж. Многие люди... Ким Бербич? Ну, актер. Да, да, да. Многие люди отказывались его играть, но в итоге, когда его перенесли, Бенедикт все-таки согласился его играть. А кто поначалу задумывался на роль Доктора Стрэнджа? Я же помню кастинге. Кого рассматривали в качестве Доктора Стрэнджа? А вот давай тут варианты, потому что... Ладно, ладно, давайте тогда варианты. Джонни Депп, Хоакин Феникс, Мэтч МакКонахи или... Положим, Том Харди. Все суперзвезды, просто все суперзвезды, надо сказать, что я пока меня, Софья, не погрузила во вселенные супергероев. Это было недавно. Я, естественно, смотрела фильмы, отталкиваясь от своих любимых актеров, и я не очень поняла, когда я увидела Камбербетча в роли Доктора Стрэнджа, я подумала, ну как же такой прекрасный британский актер, великолепный, талантливый. Почему он играет в каком-то... Ну, правда, я вам скажу, что я до последнего года, наверное, даже вообще не понимала ничего ни про эти вселенные, ни про супергероев. Вот моя вот омра сейчас и происходит, понимаешь, Саш? У меня сейчас только происходит погружение в эти вселенные. Светлане Владимировне очень нравится Вишен, прям она вот каждый день мне говорит Вишен. Британский актер мне очень нравится. И Светлане Владимировне нравится. Совершенно верно. Надо сказать, что вот когда ты так сталкиваешься с такими вещами, не понимая сути, не понимая истории, не понимая, действительно, комиксы имеют очень глубокую, серьезную, символическую, в том числе, философскую идею. И буквально в каждом фильме, безусловно, это можно найти, как в любой сказке абсолютно, можно это найти. И какие-то фильмы от тебя сражают сразу просто как фильм, как мы, когда посмотрели, Соня, с тобой, Сражи Вселенной, да? Сражи Галактики. Тебе не очень, а мне очень, потому что это как раз мне совершенно вот такая история подходила. Мне понравился Крис Пратт в роли, потому что, ну, смешно, смешно. А есть отдельные фильмы, которые, ну, на мой взгляд, нужно смотреть в связке, уже понимая, что ты смотришь. Конечно, конечно, иначе не поймешь ничего. Ну, вот как ты поймешь, например, возьмем Железного человека, если ты начнешь сразу с третьей части, несмотря первую и вторую, это вообще как? Да, и это правда. Поэтому вот когда Ульяна сегодня рассказывала, что я посмотрела вот это, вот это. Резком степей посередине. С кем посоветовалась Ульяна? У меня сестра старшая посоветовала. Ну, там много героев, все собраны просто. Все равно, судя по выражению лица Ульяны, там ее не цепануло, потому что она подготовилась к программе, посмотрела там что-то, что нужно, а заявила, что я поняла суть всю и подготовила, и подготовила вопросы. Ну, вот это вот разные стадии погружения в историю. Это уже хорошо. Это просто, я не понимаю, ну, мне не очень нравятся эти фильмы, я не хочу никого сейчас унижать, мне просто, я не понимаю суть этих летающих людей, которые что-то делают. Они не все летают. Ну, вот надо сказать, Ульяна, я могу тебе только одно сказать, что настолько разные фильмы, настолько разные герои и идеи, и исполнение, что вот мы сегодня говорили, например, про Дэдпула, и я понимаю совершенно, что это для мальчиков. Мне нормально. Ну, вот Софья, нормально, но это для мальчиков. Ну да, это для мальчиков. Поговорили про океан, про Аквамена. Это для девочек. Это для девочек. Поговорили про Стражей Галактики. Это вообще для взрослых, для наших, для меня и твоих родителей, может быть, поможет. Потом, да, подрастешь, посмотри, есть же не только, вот просто все думают, что комиксы, это что-то такое, вот только Marvel и DC, да, вот мы сейчас разговариваем. А есть же еще и Хранители, например. Вот подрастешь, есть фильм Хранители. Просто посмотри, это очень мрачные, очень... Милл Гейман делает, ну, логические романы. Комикс Милл Гейман, да, 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 да. Это все история про графические романы. Комиксы, это графические романы. И у нас вот есть... А Валерийн с гордостью. Вот здесь у вас есть... Софья принесла сегодня графические романы. Это не мой. Ну, вот графические у Пети, графические романы у Софии на разный возраст. У Нилла Геймана у нас лежит роман, который разыгрывает в культпоходе. Это 18+. Давайте зададим еще один вопрос слушателям. А можно еще немножко быстро свою точку? Да, обязательно. Вот, просто я уже начала говорить про супергероев, то, что это как бы люди, обычные, которым дают какие-то костюмы, силу, и они спасают мир. Если смотреть с патриотической точки зрения, получается, как будто людям должны дать какое-то чудо, чтобы что-то случилось. То есть сами люди без этих костюмов как будто помочь друг другу не могут. И то есть я не очень поняла немного эту часть. Это очень тяжело. Они просто одеваются, у них получается какая-то сила, как будто им что-то подать нужно. Абсолютно правильно. Может ли человек сам без какой-то суперсилы совладать с этим миром? Ну, многие вещи люди помочь. Здесь ведь вопрос в чем? Здесь вопрос в исключительности. То есть вообще все комиксы продвигают идею современную, что любой обычный человек может стать супергероем. Мы возьмем банальных, вот железный человек, да? Он кто? Он просто гений. Он просто путем своим Бэтмен, он кто? Они, да, они миллионеры просто потому, что они заработали денег. Не потому, что им там что-то там сверху упало, да? Ну да. А вообще, то есть как выделить человека? То есть неинтересно рассказывать историю про человека, который идет по улице и спас бабушку, там, не знаю, от красного света на переходе, да? Гораздо интереснее спасать суперзлодея, да? От суперзлодея весь мир. Вот. И поэтому на этом фоне... Ну и параллельно бабушек они тоже переводят через дорогу. Да, человек-бабушек переводит. Показывают, что ничто не чуждо великому человеку. Да, да, да. Поэтому говорить так, что вот мне непонятно, непонятно хорошо. Ничуть не абсолютно согласен с твоим мнением, что есть люди, которым не нравятся фильмы такого рода, вообще без вопросов, да? Как бы у каждого фломастера свой вкус и цвет, да? Да, ну смотрите, давайте зададим еще все-таки один вопрос слушателям, чтобы разыграть какой-нибудь приз. Люльяна, давай тебе. Как ты в руки? Как звали девушку Дэдпула? У меня есть тоже варианты ответов, но я думаю... Резко. Нет, назови, назови. Я боюсь, мало времени, поэтому... Как звали девушку? Это Моника, Ванесса или Марина? Виктория? Моника. Моника, Ванесса, Марин. Моника, Ванесса... Марин. Марин. Вот я не смотрела Дэдпула, я точно вообще не отвечу. Ну, в смысле, я начала смотреть, но поняла, что я не понимаю этот фильм совершенно. Можно я узнаю? Я, может быть, куда-то улетела. Вот, по-моему, задавали мы вопрос, и нам еще не ответили, правильно? Ведь нам могут ответить сразу на два вопроса. А какой вопрос мы задавали? Что, кто изначально пытался играть роль... А, кто рассматривался на роль доктора Стрэнджа? Это как зовут девушку Дэдпула? И второй вопрос, о котором можно ответить, кто рассматривался на роль доктора Стрэнджа? Просто там надо кастерги несколько посмотреть, а тут сразу набирать интернет. Совершенно верно. 211-101, номер телефона прямого эфира. У нас есть замечательные книги и великолепные пригласительные. Еще Батутный парк остался. Левелап. Да, Левелап. Еще Котокафе Зуки, Галерея Прогресса и Кукольный театр у нас есть. И книги, конечно, чудесные. Ну, вот у нас остается буквально пять минут до завершения программы. И хорошая история, которую Александр нам представил. Посмотрите, в каком развитии бывает сама история про комикс, про каких-то людей. Сначала мы говорили про Палп Магазин с вами. Да, дешевая паперная бумага. Бульварные такие издания. Потом мы с вами заговорили о том, что стали снимать фильмы и телевизионные фильмы. А теперь мы говорим про то, что нам предстоит посмотреть, возможно, сериалы. Но вот что касается мультфильмов, то там сериалы про супергероев уже давно, вовсю, уже много-много лет транслируются. Да, конечно, конечно. Мультфильмы. И все смотрели ведь, наверное, сериалы про суперсемейку. Это да. Я смотрела сериалы «Щит», агент Картер, и я не помню еще, как сериалы. Можно я факт очень скажу? Мне безумно нравится, поэтому я хочу его вставить куда-нибудь. То, что Энтони Смит, это мальчик, которому 4 года, у него почти пропал слух, и ему нужно было носить специальный слуховой аппарат, но он сказал, что он супергерой, и супергероя не носят. И мама его написала Марвелу специальное письмо с просьбой что-нибудь сделать, и они выпустили для него спецвыпуск, объединив соколиный глаз, и его самого героя, который он придумал, это The Blue Ear, созданный... Синее ухо. Я не знаю, но это так написано. И который говорил, что благодаря моему слуховому аппарату я могу слышать от всех, кто в беде. И они специально написали для него комикс, отправили ему по почте, и он надел этот слуховой аппарат. Я рассказала только тому, что компании не зазнаются то, что вот мы популярны, мы не можем помогать каждому попавшемуся, вот, и то, что они смогли понять его. И вот я замечала, что в Америке есть очень много видео в разных социальных сетях, что к людям с какими-то отклонениями относятся намного лучше, чем в России. То есть в России это считается не таким. Я помню ещё такую историю, что мальчик однажды помог спасти кого-то на дороге, и у него что-то там случилось, ну, то есть попала он в небольшую ситуацию, но он сказал, что он себя повёл как Человек-паук, и когда Марвел узнала эту историю, они послали ему очень много комиксов с Человеком-пауком. В разных выпусках. Да, да, да. Давайте только сразу, поскольку мы учимся ещё в этой программе, когда мы излагаем факты, лучше его излагать, когда ты знаешь непримерно, да? Непримерно, а чётко, конкретно. Да, ты вспомнила, что подтверждение тому, что Ульяна сказала, что компания, безусловно, влияет на людей, и даже в частных случаях, вот это, я думаю, что не единственный случай, конечно, с этим четырёхлетним мальчиком, они стараются принимать участие в их жизни. И вот здесь вот, Ульяна, как раз твой пример, он подтверждает значимость на самом деле этих историй, которые делает Marvel и DC, вот и задалась вопросом, а что, собственно говоря, да? Ну, надели Трико, отлично, всё дальше. Вот, пожалуйста, сама же привела пример, подтверждающий, как вроде бы фантастическая история про супергеройские способности может обычным людям помочь, потому что ведь ты же понимаешь, что, конечно, суперкостюмы-то классно, но в основном всё в голове у человека. Вот как ты себя воспринимаешь, какую ты себе задачу в жизни ставишь, к какому-то настроению приходишь на урок, ты подавлен или ты считаешь, что всё в твоих руках, да? Так и будут складываться события, скорее всего. Ты замечала по себе, что если ты сегодня чувствуешь себя слабой, такой раздавленной, то и всё вокруг у тебя тоже рушится. А если ты себя чувствуешь прекрасно, и ты думаешь, да я вообще там горы слюну, то у тебя получается всё абсолютно петь, нет? Это как помните история с Феликс Фелицией в Гарри Поттере, когда Рон думал, что он выпил этот Феликс Фелицией, даст специальную жидкость удачу, у него всё получилось, потому что ему просто сказали про это, и он так... Я так несколько раз делала опыт, говорила, что, типа, вы знаете, всё отлично, и мы, друзья, всегда всё сдавали на ура, потому что они верили в это. Очень важно поддерживать друг друга в этом смысле. Да, к сожалению, время заканчивается. Наш руководитель показал, что время наше закончилось, давайте прощаться, каждый назовёт себя и попрощается. Софья Занько, до свидания всем. Я думаю, это была чудесная душевная программа, как и в прошлый раз. Надеюсь, их будет больше. Яна Панкратова, всем пока-пока. Пётр Винокуров, всем goodbye people, продолжайте смотреть фильмы. Александр Сухарев, смотрите хорошие фильмы, всем пока. Светлана Занько, всем хорошего дня, до свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Продолжение следует...